Очередной скандал на блокпосте под Харьковом о досмотре с особым пристрастием. Написал в соцсетях волонтёр, описал всё в подробностях и обратился в МВД. Так что же всё-таки произошло в Изюме и что ответили в ведомстве? Подробнее Елена Митясова. Осныли машину, я даже не успел открыть дверь, человек в форме меня выдернул из машины. Так, без лишних слов и церемоний, на блокпосту под Харьковом досматривали машину Дмитрия. Он уже год возит помощь бойцам на передовую, медикаменты, амуницию, еду. А теперь, возвращаясь с двумя товарищами, оказался в ситуации, как в настоящем фильме-боевике. Мат из порога, обыск до последнего винтика в машине, обвинение в грабежах на передовой. И всё это под дулом автоматов. Особо, говорит волонтёр, озверели, когда нашли пару упаковок носков. Посчитали, что это мы вывозим из зоны АТО, то есть на продажу носки, видимо. Полтора часа по стойке смирно, всё это время досматривающий, говорит Дмитрий, пытался успокоить командир батальона. От трёх сотрудников, которые нас особо жёстко досматривали, у них был запах перегара. Их начальник непосредственно, Владимир, он их уводил, этих троих. Три раза он их забирал, три раза они возвращались. Другой пластовой агентственного не уйдет. Сейчас на блокпосту в Изюме об инциденте ничего не помнят. Милиционеры уверяют, быть такого не могло. Но служебное расследование всё же будет. В МВД подтвердили, скандал имел место и трое причастных к нему милиционеров отправлены на ротацию. На той час перебывали на службе працівники Рівненського ГОМС Украины. Якщо буде встановлена їх вина, то будут притягнуты до дисциплинарной відповідальности. Вплоть до звільнення з органами души справ. На Изюмском блокпосту это не первый инцидент. Два месяца назад милиционеры избили здесь журналиста громадского ТВ. Пытались отобрать у него камеру, но до сих пор никто не наказан. Наоборот, чиновники предлагают их наградить. Значит, этот случай не потянул на уголовное преступление. И эти ребята перехватили груз 16 килограмм взрывчатки на проселочной дороге ночью. Но случай случай рознь, уверяют в ведомстве. Если в этот раз докажут, что милиционеры превысили свои полномочия, прикрывать никто никого не будет. А чтобы избежать подобных инцидентов, всех, кто несёт службу на блокпостах, обяжут носить нагрудные видеокамеры. Но когда этого платят в жизнь? Елена Митясова, Лидия Калинина, Александр Данилов и Александр Яновский. Подробности телеканал Интер.